У нас американские геронтологи Леонид и Наталья прислали текст статьи. Мы тоже 5 минут прям посмотрим ее. Вот. Гаврилова. Сегодня утром я получил. Ну, Аня, как здесь это? Мышкой можно. Мышкой можно, да. Здесь у нас ее. Аня, это Гаврилова. А вы выходите с вами? Да, я с вами начну. Значит, ну быстро, например, постараюсь где-то минут 10, чтобы было что-то сказать такое. Вот это по-моему. А от кого вы будете говорить? От геронита? Нет, это потом. Или от Наталья? Это и от себя. А сначала первая, вторая у нас будет американский. Я просто прочитаю основные тексты. А, мышинский. Вот. Ну, а тогда у нас начнут старения, это болезнь немецкая. Стараюсь 10 минут начать. Ну, вообще, эту дискуссию начал Аристотель. Все помнят, да? Кто? Да. И он сказал, что в болезни есть предевременно приобретенная старость. А старость это естественная болезнь. Ну, Аристотель у нас основатель логики европейской. И фашизма. Что? И фашизма тоже. Да? А в чем это выражалось? В чем? Ну, в Спарте, да? Нет, есть греки, есть частные, неточеловеки. Да, это доно. А. Это было доно логики. Вот. Но логика зависит от исходных аксиом и базовых точек и дрени. Как я всегда люблю эту картинку, 6 и 9. Ну, вот такое многие, как я прочел, готовясь, кто Сталин по национальности. Он говорит, я не грузин, я русский грузинского происхождения. Вот. Поэтому можно, конечно, в логике все менять. Но любой предмет можно рассматривать с разных точек и дрени. Я люблю студентов и книга. Что это, положим? Математик это парниепипед, физик это твердое тело, химик это цивиллоза. Или филолог это книга на русском языке. Для медика это книга по диетологии. Но, если взять в качестве базового понятия болезнь, то можно определить биосферу опухоли на теле стареющей земли. Есть такие жизнь, смертельная болезнь, передаваемая половым путем. Осень, смертельная болезнь и летом. Можно тоже так определить через болезнь. Да, вот как-то по техническому музею я там читал лекции. Мне тоже говорят, Антоний Иванович, а почему все время дарите цветы в горшке? Я говорю, ну потому что неудобно дарить кучок ампутирных генитарий, покрытых семенных растений. Я на это не способен. Поэтому через болезнь можно все определить. И, возможно, социальные, антропоцентрические точки зрения старения, это снижение адаптивных возможностей организма. И вполне возможно рассматривать как болезнь. Потому что болезнь, это понятие юридическое. Вам дают, справку не дают, да, понимаете? А не столько биологическое, научное, да? Но вы сами знаете прекрасно, как у нас меняется функциональный этап, значит, как меняется функциональный параметр организма. И вот с точки зрения экологии, смерть это естественный этап онтогенеза. Альтей Матвеевич как-то говорил здесь, в институте Моголи-Северцева, конечно, мы включаем смерть в онтогенезе. Да, я люблю очень высказывания Рабида Натагорова, он там смерти заставляет играть в его жизнь. Она идет, наверное, из индуистов, где Шива, это бог Тривесов, бог смерти. Ну вот, и одно из частых заблуждений ученых, как-то вы знаете, это миф о том, что можно, если мы понимаем механизм явления, мы можем им управлять. Ну вы знаете, движение планет было понятно еще в 17-м, наверное, веке, ее смыслы, которые, однако, мы не можем управлять. Мы понимаем механизм развития плода при беременности, но не можем испорить. Так же, и вот, мне кажется, в отношении старения, если мы что-то понимаем, то можем ли мы этим эффективно управлять? Это вовсе не обязательно. Это на всякий случай. Я люблю всегда вот высказываться Михаил Владимирович Богословный, который считает, что старение, если бы не было взрослений, то и не было бы старения, что старение сопряжено с гипертрофией органов, да, потому что идет накопление жира, гиперплазии, гиперфункции, вызывает ишемию, инсульты. Ну, это про эпигенетику, это показывает о том, что тот, кто питается маточным молочком, живет 9 месяцев, а кто обычным, значит, пчелым маточным молочком, живет всего месяцев. Не генетика, а гиперплазия, да. Ну вот его как раз подход к медицине. Потому что традиционная медицина лечит нарушение здоровья, после, когда окончание переходит в фазу болезни, а нужно как раз замедлять старение, так, чтобы старение было медленнее, и на это тратить силы медицины. Вот. Можно ли избежать старения? Ну, старение – динамический процесс. И вот, когда у нас появляются раковые и стареющиеся насцентные клетки, и вот была работа в 17-м году, я ее так внимательно не посмотрел, ну, то есть посмотрел, просто могу познакомить, она сводится к тому, что рассматривается математическую модель в конкуренции клеток, раковых и санесцентных, и нормальных функционирующих. Вот авторы этой модели, значит, они говорят, в верхнем ряду нет конкуренции, просто здесь, а, не знаю, да, вот, нет конкуренции, вот это вот у нас функциональные клетки, санесцентные клетки, я их постепенно вытесняю. А, значит, есть и у нас, вот интересно, вот эта кривая, потому что, видите, когда немножко санесцентных клеток, то есть организм устойчив к такому, ну, состоянии старения, в пожилом состоянии, не когда он полностью нормально, а когда это... Я всегда вспоминаю одно высказывание медиков, ну, Шибалина, вот, который говорил, для того, чтобы быть здоровым, надо иметь небольшую хроническую болезнь, и она как-то вот, просто вот, вот так заставила задуматься. Вот, ну, а так, если у нас это есть конкуренция, то есть раковые клетки, и санесцентные клетки, они постепенно сводят на нетфункциональные клетки, и поэтому старения, как бы, как они говорят, неизбежны. Если мы... Математические старения неизбежны, то есть неизбежны по своей сути, нет никакой логической, теоретической, математической возможности избежать его. Это вот статья 17-го года, было бы интересно, конечно, ее внимательно, познакомиться. И данная модель показывает, что старение является фундаментальной чертой многоклеточной жизни. Извините, охранительно плохая статья, не советую. Да? Да, потом разберем. Вот, может быть, Александр Викторович, вы стопису скажет, что это новое, есть идея, что вот конкуренция лежит, да? Мой есть, это не... все доказательства в этой статье. Ну, он сказал, эти хорошие ухудшаются, плохие увеличатся, все улучшится. Он рассматривает две системы не взаимосвязные, а организм – это система, которая все это регулирует, так что не надо сейчас тратить в этой статье. Да, его ингредиенты дальше падут. Ну, вот, знаете, опять вернемся к античности, в конец. Платону подавлял жизнь человека сезоном. Года разбиваешь на 20 лет. То есть у нас идет, значит, юность, там, зрелость, старость, да, как зима, весна, осень, да? И вот, ну, это я люблю, значит, опять из здоровья Платона, что надо бояться смерти, вот Джоанзе, как знать, не рассказывать темно, что когда-то цеплялся за жизнь. Но, кончу я тогда тем, что старение природы и естество, подобное сезоном года, став геронтологом, постигнешь мастерство, активным быть, предупредив болезни всех дней с годой. Вот так вот, значит, поэтому желаю всем, значит, активного здоровья, всем, ну, привет, и дальше. Да? Ну, наверное, Александр Юрьевич хорошо знает более, знаком с этой статьей, он может ее сказать. Ну, вот, ну, здесь такая идея, что, мне-то главная идея, что это как сезон года, как мы можем, понимаете, нельзя называть там осень болезней лета, да? Хотя, конечно, можно уберечь через болезнь, да? Саша, господи. Вот. Направо. Ну, с вами с гонки. Вот здесь какую-то проблему, которую вы считаете важную, давайте мы в ней разберемся. Потому что, получается, что мы колоком по Европам, вроде как все послушали, поставили голос, и полный, полный... Ну, если Анна не против... Давай, 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 Саша. Мы надем, но, пожалуйста, как-то, да? Прошу прощения, что вы так встряхиваете, я опоздал, еще не бегаю. Он такой почетный, он тазоферичный, все эти дети. Просто насчет этой статьи. Да. Действительно, значит, люди совершенно новые в этой области, абсолютно. Аспиранты, первый мельцин, и тетка, которая руководитель, которая руководит кучей аспирантов, он что-то там, математическую модель построил, на основании каких-то сопливых общительных. Она подписала, в НАСИ, известный какой-то, Аризонский, Пенсиванский университет. Все это пошло. Когда начиная считать, то видно, две системы, допустим, хищники и зайцы. Зайцы все меньше и меньше, хищников все больше. Эти пожирают, голодные, умирают. На самом деле, в системе при старении происходит дисбаланс. А они пытаются объяснить старение тем, что происходит дисбаланс. То есть, поставили... Перестали. Ну, у меня такое-то ощущение было. Да, я такое-то. Совершенно какая-то статья, ни логики у меня ничего. Абсолютно. Абсолютно. Очень такая сумбурная... На то, что претензии, на то, что математически... Нет, вот нас, понимаете, уже сразу. Они просто-то самое. А если напишешь от нас, там, они будут от пирожки, никому не известно. Хорошо. Да. Спасибо. Вмечательно. Ну, значит, вот возможность, из-за чего мы стареем, и возможность гре... Э, ты что-то мы не только стареем. И... Нет, там... Немножко... У меня круглые столы уже, подождите, она там, она... Круглые столы? Ну, круглые столы. Нет, нет, выше. Ну вот она и была. Извините, значит, я на эту презентацию... Ну, вы своими словами, Александр. Как было написано набрать расстояние болезни позарше? Нет, это... Ну, значит, во-первых, все мы знаем... Вот если человек, который уже выступил в Кучате, насчет того, что старение не является болезнью, потому что болезнь подразумевает норму. А норма при старении не старение, которую мы не надо наблюдать. Норма имеет при старении не болезнь. Я абсолютно солиданен с этой точкой зрения, но, в отличие от предыдущего оратора, я считаю, что норма все-таки есть. Мы просто далеко ушли от нормы, и она просто не наблюдается. Как на Таите все были поголовные, больные, сипились, но это не значит, что это сам надо делать. Понятно. Извините, другая презентация... Карица, вон, сейчас все говорят, карица. Карица, больные. Вы не торопитесь так. Я вот не понял насчет сифилиса на горите. Ну, Гоген завез сифилис на горите. Там все были поголовно больны. Вот норма такой был сифилис. Мы знаем, что норма – это болезнь. Или сидят два близнеца в итоге у матки. Один другому говорит. Говорят, есть жизнь вне матки. Потому что не знаю, не верю. Оттуда никто не возвращался. А мы вне матки знаем, что она есть. Понимаете? То есть, ладно, мы знаем, что раковые клетки, они не стареют. Это для нас послужит. Все понятно. Хефлик, ниже с ними, говорят, это потому, что они испорчены. Испорчены не стареют, а нормально не стареют. Очень хорошо. На самом деле, да, на самом деле, раковые клетки произошли от стволовых клеток, которые имеют мощную защиту. Поэтому они сопротивляются и облучению, и химиотерапии, и так далее. Ну, сейчас не буду... По крайней мере, нормальные стволовые клетки сейчас доказано, что они имеют лимита хефлика и могут неограниченно самоподдерживать. Тогда непонятно, почему они не могут обновлять организм. И вот перейдем, значит, к следующему обороту. Сначала происходили бесконечные отбежащие клетки, а потом возникало ограничение по инферации. Ограничение по инферации возникает... Потому что из-за того, что сложный организм появился, не возникла необходимость... Главное, раз остался такой вопрос, коротко. Значит, все клетки, независимо от гистологического ряда, делятся на три типа. Первый, стволовые источники, которые потребуются. Транзиторные, которые переходят, эти бласты и так далее. Которые делятся. Они еще делятся, но они уже имеют конечное деление. Потому что они потихонечку не затухают. Нейрон уже не делится. Интрацит не делится и так далее. И конечные, которые припоставят функции. В организме взрослым герминативные то же самое. Они делятся... Они бессмертны. Речь о том, какие клетки не террористы. Значит, террористы, когда вы его тратили, которые не имеют ограничение этого времени. Я понятен. Ладно, хорошо. Хорошо, я понял вашу точку зрения. Значит, первый вопрос. Стволовые клетки доказаны, что они имеют неточнение. Непонятно, почему они организмами все обновляют. И что с помощью простой модели старения и смертности, опирающей на принцип адекватной конструкции, Рашевской, Американской, и передвижения горбицев, можно ответить на вопрос ведущих геронтологов, почему же стареют организмы, состоящие из потенциального настоящее клеток. Это Фройки и Саннеродиа. То же самое говорил Берлер Стреллер. В самих клетках и многокречных организм не заключено ничего такого, что препятствовало бы на превращение в вечно функционирующих системе. Он просто понимал, что это ничего не препятствовало, но не понимал, почему это происходит, когда сам корреляцию с Тривером Мюнмана забыл. Ну, значит, это то же самое и так далее. Я не буду сейчас останавливаться. Значит, насчет... Украчиваются теломеры. Есть теломеразы. Свободные радикалы. Есть антирадикальные механизмы. Нарушения. Есть система репараций. Показано, что, в принципе, они все это могут делать. Частично я здесь и покажу. Значит, смысл в том, что это объясняется теорией управления системными подходами. Потому что любая динамическая система, которая может быть в равновесии, в настоящее, она имеет границу. Когда вы ходите за границу, она начинает, значит, соскальзывать старинно. Вот простой пример, значит, конструкции адекватной конструкции. Она любоеобразная, в смысле, от какого-то внешнего фактора. Это выход мутации в единицу времени в зависимости от мощности дозы. При большой дозе большой выход спектра в стрессе не снижается, но при низких дозах облучения она тоже в стрессе возрастает мутации. Когда полностью хранил это облучение, живой организм щиреет. Это мы знаем. И следующее – это У-образная, а это колоколообразная. Фермент от pH от температуры. А здесь ясно, что когда концентрация питания в пробирке у дрозофии низкая, выживаемость низкая, среднепродолжительность жизни маленькая. Повышаем концентрацию питания, растет среднепродолжительность жизни. Вот контроль – это красная. А потом, казалось бы, она будет расти и выходить на плату. Ничего подобного – она начинает снижаться. То есть избыток питания тоже плохо. Поэтому калорикористрирующим полезен. То есть система одна и та же генетическая. Мы варьируем только в условиях. Поэтому вот я сегодня покажу эту картинку. Внешний индуктор старения объектов разумного уровня. На кромолекула коллагена – это 30% всех белков организма. Она накапливает от первичной сушивки, и растаримость его падает. Это один из признаков старения. Показано, что это зависит от уровня гормонов, которые сложно поменяются. А когда застабилизируем этот уровень, старого коллагена не наблюдают. Снижается их активность. При помещении их в одинаковые условия с молодыми у них абсолютно такая же функция. Клетка, миоцин, стволовая клетка. Когда при соединении с молодым организмом, под сигналом молодого организма, показывают и экспрессию генов, и проектированную активность такая же, как у молодой. Сейчас покажу картинки. Старые органы, яичники. Старые яичники, значит, у женщины инциклирующие, у крысы. Берут эти старые и считают, что истощение угловых секретов, там, изношенность и так далее. Пересаживают старые яичники, старые крысы в организм молодой, и они начинают отлично работать. И организм крыс, это Хуан, в 87-й год, и Антон Урадова, ученица нашего физиолога, и Донсов, в докторах академии науки. Они подсоединили крысу и мышь, и мышь и крыс в разных этих самых, в кситальном гипоталомусе. И получили омоложение по гаохимическим, археологическим, полиогическим и так далее. Вот про коллаген, что я рассказываю. С возрастом растворимость выпады за счет оперечной сшивок, а при фиксировании уровня горлома растворимость вынимается. Их 900, и у них крыс, и так далее, и у них молодой коллаген. Второй, вот активность у плода митофондрии и у стариков. Она ниже, прямо так, в одинаковых условиях у плода и у стариков одинаковая активность. Слушайте, о чем ты говоришь? Цитофром, циоксидаз, основной фермент. Ну, просто сейчас упрощенно говоря. Да нет, нет, ты просто стану мошком, спеши. Хорошо, я спешу, цитофром. Вот у них оказалось, если у них, вот пока она была в контроле, высокая, плода низкая у стариков. Взяли два самых низких. Старческий и самая высокая у стариков. У молодых. И под влиянием, значит, ядра хеля, у них абсолютно одинаковая активность была. Следующая, это опыт эрильный конвой. Высокая активность, проинферативная экспрессия венов у слововых клеток мышечных молодых. И низкая, ну, в шесть раз у пожилых. После парабиоза их в течение пяти недель восстановило здоровье молодых. Значит, ну, это хромобийское старение. В нашей лаборатории сахара, значит, делали эксперименты. Смотрели прижизненно распределение клеток по леточным циклам. От семнадцати до сорока одного. Вот такое вот скошенное распределение. Потом ее держали полгода и вот синее и серое. В конфлиентном слое. Считалось, что ограничение проинферации, они накопят там повреждения и все. Потом американцы показали, что это гипогенетика. Дело бы этого не поправить, чисто феноменология. Начали после такого годового и годового высаживать снова, разгонять. У них первый и второй пассаж был сдвинут на 9 часов максимум. Гипогенетика, она не сразу реагирует, как макичер генетики. Она еще думает, может, изменится условие обратно, что я буду перестраивать. А вот на третий пассаж уже сдвинулся ближе суда. Четвертый пассаж промежуточный. Пятый пассаж полностью вернулся к исходной стороне. То есть, полная обративность изменений. Идущий геологический, идущий геологический изменений. Значит, это очень прошу прощения за плату свадьбек. Серокопия. Я чуть не нашел журнал, чтобы снова скопировать. Это вышла статья в 1901 году, в том месте, когда Гагарин полетел. Буквально за неделю. Поэтому весь мир уже переключился с этой важной статьей на Гагарина о Человек-посмосе. А что они делали? В общем-то, Джон Тахок и Медикам Министерства, по-моему, в Ньюсовской журналке, в университете Тахок. Взяли старую прессу, не циклирующую. Взяли молодую, циклирующую. Пересадили децепровку на пересадку. Молодые яичники под воздействием гипоталома гипотезарной системы перестали циклировать. Молодые яичники. А старые яичники у молодой крысы уже циклированы. То есть дело было в регуляции, а не в том, что там что-то там истощилось. Значит, ну, сейчас немного остановимся на этом. То есть, грубо говоря, внешний индуктор старения. Не надо изучать систему внутри. Мы обычно, когда ее изучаем, мы одни и те же условия. Мы условия мало варируем. Вот я сейчас коротко коснусь этого. Значит, старение оказалось обратным. Вот журнал «Селл» в 2012 год. Рэндо и Шеврешан. Мы говорим, что именно «Комбой» и «Чанг». Старение, омоложение, эпидемиологическое перепрограммирование. Перезапуск часов старения. Молодая мышца – старая мышца. Молодая кожа – старая кожа. Молодой костюмозг – старый костюмозг. А потом, после экспериментального воздействия, у старых костюмозг стала возвращаться к умному почти молодой. А жизнь ему даже не стала. Да, что с ними стало. Ты так и не интересовал. Я не знал. Интересовал, интересовал. Просто не получилось продвинуть жизнь. Правильно. Если один раз сделать и согрелся, а потом перестать, то опять замерзнуть. Это все понятно. Но мне показалось, что это обратимо в общем-то. Это я про обратил. Обратимо. И вот этот американский журнал «Дэвида Синглера» «Островица», который в Штатах гадал за работой, как первый, значит, генитик, который показал реальность омоложения старения. Здесь коротко я коснусь. В 93-м году в журнале Nature Ринда Партрич и Роберт Бертона покупали большую статью со своей моделью «Старение», и они признавали, что мы не понимаем «Старение», непонятно. Это не только медицинская проблема, это биологическая проблема. Каким образом организм, который функционирует хорошо в молодом возрасте, перестает это делать так? А через 15 лет она прожила. В 2008 году на генетическом конгрессе, генетическом конгрессе, она сказала, что теперь мы знаем, что процесс старения регулируем, что его можно не только затормозить, остановить, но даже повернуть спять. Она теперь директор института старения Макса Кольникова. Значит, мы изучаем систему. Мы обычно не варьируем условия, мы изучаем… А при чем здесь Синклер с его ретератромом? Я говорю, что народ, даже на многом не так же, понимает, что это не просто какая-то лаза, а наложение, какие-то колдуны, какие-то фрики там, а что вот реальный человек, который работает в Гарнольде, то же самое, даже он реально показал на какой-то системе. То есть, есть один путь. Изучать какую-то штуку в этой сложности разрушения внутриклеточных антиоксидантов, манипуляций. То есть, в этом показано отсутствие антиоксидантов, у короткого контроля на 15-30 процентов увеличение на это следующий антиоксидантов увеличит продолжительность. У нормального контроля, который живет 65-70 миллионов, их никакого. А Анухова, значит, показала на Анухове, что у нормального контроля, который подвержен действию антиоксидантов, антиоксидантов, не упорачивается. И это понятно, если мы вспомним эту прямую. Вот эту прямую. Вот. Если у них низкий уровень, то сдвиг вправо дает ему увеличение. А если они уже нормальны, то сдвиг вправо дает ему увеличение. Поэтому четко это показано в механизме рейтингера. Я просто сейчас не нашел эту штуку. И то, что я вам говорил, значит, окисленные формы кислорода, они после облучения, значит, смотрели в печени, в сердце и в мозге, у грузунов. Выяснилось, что при облучении подскакивает уровень окисленных форм ДНК у молодых на меньшую речню, потому что дольше защиты, у старых на большую речню. Примерно два раза. Но примерно с той же скорости происходит репарация. У молодых за 15 минут возвращается к норме, у старых за 30 минут. Естественно, в два раза больше, но наклоны примерно одинаковые. То есть, у нас есть системы, которые все это поставили на слежу и поедали. Вот, митохондрия направленные антиоксиданты СКО-1, с Кулачёва, данные антиоксиданты 2008 года. Вот контроль. Видно, что медиальная продолжительность жизни увеличилась примерно в два раза. Средняя, там, примерно в процентах на 30-40. Максимально практически не изменилось. То есть, мы как бы на эту упругу вот этот квадрат сто процентов новорожденных на сто лет, допустим, у человека или сто процентов бедовой продолжительности жизни. Вот два гладителя, а это упругая. Значит, среда нас звонит вниз, мы становимся вот такими, а мы пытаемся выправить, превратить этот квадрат. Вот данные такие же... Ну, это что же? Значит, два раза увеличилась продолжительность жизни на уши, так вот... Вот смотрите, 50% если мы так проведём, здесь на уровне 300, а здесь на уровне 600. Ну, средняя, средняя, это... Нет, подожди, я сказал медианная. А средняя, это площадь под этой кривой. Видно, что эта площадь под этой кривой меньше, чем площадь под синей кривой. Это не гладкая жизнь. Ну, максимальная это одна и та. Что? Максимальная одна и та. Я, правда, и говорю, как будто забито две этих самых, поэтому труда и двигается. Ну, есть какие-то воздействия... То есть, горпич, уменьшилась, как подсказывают, смертность в младшем возрасте. Ну, да. На самом деле, это просто кинетический параметр горпича, он стал больше, но стартовая смертность была меньше, как бы сказали. Она меньше, поэтому... Но за счёт того, что всё быстрее и быстрее, он рано или поздно выходит... Да. Но это надо... Вот это то же самое. Даже когда торопитесь, это надо разжёвывать. Просто потому, что иначе, у человека, который первый раз слушает, вытекает мысль, да как же там... Два раза увеличилась... Средняя продолжительность жизни на 40%, медиана на 2%. А максимальная... Максимальная... Не изменилась, либо уменьшилась. Понимаете? Где там 50%? Это контроль. А это вот... Красный. Красный – это контроль. Без Искаку. Ладно. Максимальная 12% это тоже, кстати, не общих. Значит, это всё копейки, основные стены. Когда можно лечить в разы эти ваши 5 или 10% за это тратить деньги и жизнь – это женительная. Но в очень многих исследованиях авторы довольны. А другого у них нет. Я знаю. Отчитываться. Надо заделить. Извините, смотрите. То же самое... Значит, Марию Бласко из Испании, которые не дали им юридическую премию, как от нашим Алексеем Батвеевичем, он придумал. Она теломиализировала мышей, они стали шить дождь, и они сами... Вы... Значит, такое... Что-то не думает, жарко. Я коротко схожу. То же самое произошло. Они взяли эти ломиализированные мышей, усилили ещё по 53, допил, чтобы у них не было рака. Значит, и они стали жить, в данном случае, на 9% это лопорфура. Все 57 black 6, это чёрные мышки. То есть, они стали жить в 8, но опять же, у них максимальная практика не изменилась. У них были более удачные розыгры. Просто я сейчас не стану искать. Значит, вот, крема, которую я взял у Анны Владимировны Калинцовой, выживаем из Швеции за два с половиной лета. Видно, что, как она изменилась, как бы, всё становится более прямоугольным. Сто процентов, сто лет, то есть, сто процентов. То есть, мы к идеалу как бы стремимся в этом направлении. Но, как раз вот эта кинетика, это как раз есть функция гонперса. не закон гонперса, а функция, двойная экспоненция. Когда у неё минимальный уровень смертности здесь, то он становится максимальным здесь, и мы на большом промежутке его начинаем проигрывать. И в этом возрасте все эти кривые пересекаются, если мы возьмём на графический масштаб. Нет, после 50-го года там идёт чистый сбит кривой. Чистого нету. Ну, не чистый, но почти чистый. За счёт того, что у них происходит в гонперсе коэффициент, там, не единица, а ноль, за счёт получения. Это, для моделей, ну, понятно, хорошо. Это я знаю, да. Мы сейчас начинаем в магнический квадрат. Опять возвращаемся к этому, и мы возвращаемся к населению. Тут, если мы возьмём население, значит, они по полу делятся, по возрасту, по расе, по странам. Вот возьмём, допустим, швейцу только. Швейца. Функция риска. Вот это как раз и есть закон горбец. По магническому масштабу это прямая линия. Здесь высокая детская смертность. Потом она допускается на минимум, где-то в районе, там, двенадцать-пятнадцать лет. Потом она начинает расти, здесь печок, это, фуберкатный печок, когда, там, девочек он меньше, а у мальчиков дольше. Ну, потом, примерно, линейная линия была, где-то, в 85-99 лет. Если мы её продолжим, она укрётся, вот, для Швеции, как раз, 105 лет. Здесь, после изменения, за счёт литерабильности, расходятся эти вещи. Что это такое? Если мы, 80-летний человек, 80-летний человек, 85-летний, 90-летний, перестанет стареть, то, вероятность смерти, у него будет одна десятая, а, равная величина. То есть, в среднем, он проживёт 10 лет. Это значит, если возьмём два старика, один умирёт в этом году, а следующий проживёт 20 лет, в среднем будет 10. Если мы возьмём, вот, на этом уровне, это уровень, примерно, 70 лет. Заодно мы зафиксируем, что с 70 лет, это человек, это население, не будет стареть вообще, то есть, не будет параллельно. Тогда у них средняя продолжительность жизни будет 70 лет, плюс, односотая, наоборот, 100 лет, 170 лет среднего. А если 40 лет, это вообще большая тысяча лет. Ну, ясно, что это пока недостижимо. Значит, первый закон. Теперь, смотрите, выяснилось, что чем выше стартовая смертность, тем более пологой на куман. Вот, примерно, это, значит, в Чехословакии 37-е, 50-е, 60-е годы. Они как-то сходятся в одну область. Вот гавриловские данные по муху, вот они их сходятся, и видно, что после возраста 55-ти лет они как-бы расходятся. До потолка достигает раньше удачная продолжительность, удачная популяция мух, которые имеют статую смертность низкую, поэтому средняя продолжительность жизни у них очень высокая. Экинетика большая, и в потолок они упираются раньше, чем эти, которые доживают, все-таки в потолок упираются раньше. Четвертые первых мер, то нет. Они потом примерно сравниваются, и идут вместе. Я понимаю. Вот, закон Стрелла Милдона уже не в виде этих сходящих слиний, в виде точек. Здесь примерно 72 точки. Это высокоразвитые страны, у них низкая стартовая смертность и высокий климатический параметр средний раз от их и низкоразвитые страны. Чем выше смертность как стартовая, тем медленнее, тем скорее. это мы видели. И это, на самом деле, есть закономерность потенциально не стареющей системы в условиях, когда она может не стареть, не стареть. Мы поясним вот на следующем слайде. Вот это более крупный вид. В реальном условии среды. В реальном условии среды, чем жестче в условии среды, тем выше уровень смертности естественного. Тем больше доля футболации превышает резервную организму. Рассмотрим неживую систему. Лед. Вот у него отрицательная температура вот здесь. Температура тоже на минус 5, минус 10, минус 2. Он не тает. Скорость таяния его равна нулю. Вот он доходит до 273-16 сотых соперников. И переходит. Появляется скорость таяния. Сначала низкая, потому что дэта до нуля маленькая. И чем больше мы идем по температуре положительной, тем больше скорость таяния. То есть это красная линия, это диаграмма не стареющего, не тающего эльга в не тающем состоянии тающем. Теперь рассмотрим, что здесь температура отложена у нас, а здесь отложена скорость старения гидра. Нестареющая гидра при температурах выше 12 градусов, она не стареет. Как температура опускается в аквариуме ниже критической, она начинает стареть и умирать. То же самое здесь. Бьем амиллу. Если концентрация питания в среде амиллы выше какого-то уровня, она не стареет, делится на ограниченный дух. Как только он снижается ниже критического, она переходит в старение. А вот человеческая популяция. Это 72 страны в середине прошлого века взяты одновременно. Видно, что можно четко проэкстреполировать сюда, и мы воткнемся в тот уровень смертности, который очень высокий в таких вот не стояющих жестких условиях. Но средняя продолжительность жизни будет примерно 20 лет. 20 лет один новорожденный умер, один новорожденный умер, один новорожденный умер 40 лет. 40 лет оставит потомство за себя новорожденного. А теперь смотрите, какой фокус. Если мы искусственно объединим самые низкие уровни смертности, которые есть в комфортных условиях западных стран или в лабораторных условиях у животных, самым низким темпом старения, в эту точку А мы идем вот так, в среднем искусстве, то мы будем ожидать, что у нас резко возрастет продолжительная жизнь. Что произошло в этих условиях? Смотрите, у самцов, гемафродитов в два раза выросла продолжительная жизнь, когда мы гиперношенная мутация в 10-12 и у самцов в 6 раза и у самцов а при мутации в другом гене регуляторном H1 в 10 раз в 10 раз возросла. Вот если наша история, то это вот в 1000 лет. Таким образом, выводы, коротко, закономерности статистики смертности и служба клеток и их компонент указывает на возможной замедления остановки активности столицы. Низкие уровни средней продолжительности жизни прошлых лет эпохи посленно свидетельствуют о том, что случаи сверхдолгорития, которые в прошлые вековые годы были вполне реальны, потому что при водах продолжительности жизни более низкая, у них дисперсия была высокая, а выбросы бывают при более высокой дисперсии. Анализ показывает, что ход цивилизации ускоряет темп на фоне роста средней продолжительности жизни за счет снижения исходного уровня смертности, но сокращает темп максимально, то есть экстремальные продолжительности жизни. И целенаправленная перенастройка параметров управляющих систем и подача нужных сигналов в нужное время, в нужное место способны активировать потенциал сверхдолгорития человека и даже обращать рост старения в стенах. Это не афишируется и даже отрицается. Ну это коротко, значит, досмешанно. Ну и основной вывод, который я для себя сделал и для вас в течение трех с половиной десятилетий занимаем карантологию. Управление, старение – не сложная задача на будущее, а уже давно решенная, но еще не разрешенная проблема, потому что пока нет премиус на и отчество в будущее. Вот наши однограповые предки сказать, я буду бессмертный. Мне хорошо, им потомкам хорошо организм гибнет. Мы на это, нашим со структурным вращением. Ну вот, и кто хочет, есть у нас в библиотеке эта книжка, в четвертой главе будет подробно написано то, что я вам здесь рассказал. И вот именно в сайте ResearchGate, в моем профиле Александра Харяткин, там некоторые статьи выставлены, которые более подробно какие-то аспекты освещают. Ну а это вот системный подход, значит, закон Арченбольда, которым рисовал император Армиченко, родился второго Священной Верненской империи. Если такой человек зайдет в аудиторию, мы все его узнаем. Хотя все детали здесь неверны. Поэтому, когда оператор наводит на передний план, на героя, то задний план будет размыт. Когда на задний план – передний план. То есть, когда у Гейсенберга мы импульс мерим, то координата у нас расплывается. Так и здесь, понимаете? Вот здесь все неправильно, все детали. Но это правильно, все неплохо. И здесь в тексте, здесь все слова, где можно было сделать ошибки, они все с ошибками. Но читается абсолютно четко. Вот первоклассные, которые, в общем-то, уже грамотные армористы. По результатам исследования одного английского университета не имеет значения, в каком порядке расположены буквы в слове. Главное, чтобы первая и последняя буквы были на месте. Остальные буквы могут следовать в полном беспорядке. Все равно текст читается без проблем. Причиной этого является то, что мы не читаем каждую букву в отдельности, а все слово в себе просто. Ну вот, вроде бы, это уже закончилось. Закончили. Закончили. Закончили.